Память о мертвых с пользой для живых. Действия властей Ордатовского района. Кощунство или находчивость? Мост через речку в селе Леметь давно пришел в негодность. Ходить по нему стало опасно, и жители обратились в местную администрацию, чтобы его заменили. Свободных денег у администрации на это, как обычно, не было, и они нашли выход из положения. Сварили мост из металлических надгробий. Жители деревни шокированы. Чтобы пересечь реку, приходится идти по надгробиям собственных родителей. Спасите и сохраните наших благоверных родителей. Дай царствие им Божие вечный покой. Господи, употребили вашу память на ходьбу жителям, то, что не положено. Без иконы нельзя ходить тут. Такую память родителям, а они сотворили, не знаю, какие дела. Вот мост построен из памятника, который не положено употреблять. Вот, вот он памятник, вот. Выреженный. И с той стороны. Ее сварили, вот, а. Это что? Вон сваренный. С моих родителей, с нас, с моей могилы. Вот. Потому что у меня был крашеный памятник. Я недавно вот столько его сняла. А оставила я его за оградой около церкви, около кладбища. Сердце кровью блевается. Сердце престанавливается. Вот такой ужас, который не положено ходить по мосту. Из того, о котором памятники сделаны. Разве по памятникам можно ходить? Нельзя. Кто это придумал, такую чушь, надгроби ставить на переходы? Это, наверное, ускорбление памяти, что ли, или как? Грех и все. Ну, как там пройти, люди бросаются в глаза надписи надгробные. Я не знаю, как-то, поэтому пройти по такому мосту, как-то неприятно. Ой, противно. Ну, их металлом не берут, а у них на переход поставили, по ним ходят. Кочунство называется. Память какая-то. Это как же? Люди, умер человек и взяли из него памятник построить. Между тем, глава местной администрации и поддерживающие ее односельчане ничего кощунственного в хождении по памятникам не видят. То, что вы видите здесь, это старый мост. Он пришел в негодность. Мы решили подручным материалом делать этот мост. Были использованы частично старые памятники, которые валялись, выброшенные, вернее, родственниками умерших на свалку. Они уже там в течение нескольких лет лежали. Ну, вот они где-то использовали пластины от этих памятников. Если говорить о том, что здесь допущено какое-то кощунство и затронуто чувство жителей Леметь, села Леметь, ну, я не думаю, что это нужно рассматривать таким образом, поскольку это же не место захоронения. К этому нужно отнестись как к бывшему уже материалу, использованному и выброшенному на свалку. Он написал письмо, кому не нравится знак вандализма, пускай ходит по деревянному мосту, который у нас обрушился. Мы его специально не будем убирать. Вот так вот мы ходили. Да, вот так мы ходили. У нас есть бабушка, которая участница войны. Вот как вы считаете, она прошла по такому мосту? Ей 84 года. Какая разница, из чего сделан мост? Это не знак вандализма или еще чего-то. Люди сами выкинули ненужные им памятники железные, из них сварили. По мосту можно ходить, передвигаться хотя бы. Люди ходят в гору за хлебом. Вы знаете, я, во-первых, наверное, должна извиниться перед теми жителями, которые на самом деле считают, что мы затронули их чувства. Во-первых. Если жители будут настаивать на том, что это нужно убрать, я это буду делать. Я, конечно же, подчинюсь их воле. Между тем, этот этический вопрос уже перешел в правовую плоскость. Им занялись правоохранительные органы. На место выезжала полиция, которая в итоге передала это дело в прокуратуру.